Английское подворье. В Зарядье на Варварке уютно расположилось здание старого английского подворья. Эти белокаменные жилые палаты появились в 15 веке и принадлежали постельничему Ивану Бобрищеву, известному также под прозвищем Юшка. Поскольку последний, видимо, не оставил после себя наследников, в следующем веке здание стало казенным и было несколько перестроено. В 1553 году англичане открыли для себя северный морской путь, соединяющий Англию с Россией. Царь Иван Грозный, заинтересованный в налаживании торговых связей с Европой, англичан на Москве двором пожаловал, предоставив им право свободной и беспошлиной торговли во всех русских городах, серьезные таможенные льготы, а также ряд других торговых привилегий. Такое положение вещей послужило основанием для создания в Лондоне торговой московской компании. Англичане поставляли в Россию оружие, порох, селитру, свинец, оловянную посуду, сукно. Взамен они вывозили древесину, пеньку, канаты, воск, кожи и меха. В 1571 году, во время нашествия на Москву хана Девлет-Гирея, стены и своды палат были повреждены, но вскоре их отстроили и расширили. Как и многие купеческие дома той эпохи, здание сочетало парадные покои с обширными складскими и хозяйственными помещениями. На свое содержание английское посольство ежедневно получало четверть быка, 4 барана, 12 кур, 2 гуся, 1 зайца или тетерева, 62 хлебных каравая, 50 яиц, четверть ведра средиземноморского вина, 3 четверти ведра пива, пол ведра водки и 2 ведра меда. Торговые отношения с Англией были разорваны в 1649 году, когда казнь в Великобритании короля Карла I спровоцировала глубокий дипломатический кризис между Россией и Англией. По указу царя Алексея Михайловича британские торговые и дипломатические представители были выдворены из страны, а имущество московской компании конфисковано. В начале 18 века царь Петр I организовал здесь одну из первых в России арифметических школ. На протяжении 18-20 веков зданием владели представители различных купеческих фамилий. Различные владельцы постоянно перестраивали здания, и к середине 20 века палаты старого английского двора на Варварке окончательно потеряли свой изначальный вид и считались безвозвратно утраченными. 18 октября 1994 года состоялось торжественное открытие музея «Английское подворье», ставшего филиалом музея истории Москвы. Ее Величество королевы Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп, пребывавшие в эти дни с официальным визитом в Россию, приняли личное участие в открытии музея. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас и продолжайте движение по маршруту. До встречи в следующих видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok